Друзья, хочу вам порекомендовать очень классный канал Все о монтаже На нем вы найдете море полезных уроков о видеомонтаже в программе Sony Vegas Футажи, переходы, спецэффекты, музыка без авторских прав Все собрано на одном канале Все видео для удобства размещены в плейлисты по тематикам Подпишитесь на канал Все о монтаже прямо сейчас И уже завтра вы сможете монтировать свои собственные видеоролики Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев Это восьмой урок Мы продолжаем с вами конструировать лендинг в компоненте Gridbox Конструктор лендингов для Joomla Следующий блок у нас на очереди Вот такой блок цен Слева мы видим прямоугольник, залитый цветом С картинкой, текстом, кнопкой А справа мы видим текст с ценами Какой-то текст с ценами И плюс у нас на заднем фоне картинка зафиксирована Это можно видеть, когда мы прокручиваем страницу Давайте реализуем такой блок Заходим на наш сайт В редактирование Нашего лендинга И нажимаем на кнопку NavSection Нам нужно выбрать Вот такую колонку Вот такого вида Кликаем по ней Ну и давайте в первую очередь Зальем картинку То есть сделаем заливку Заднего вот этого фона Значит наводим мышку на карандашик На общий контейнер Заходим в Background Иконочка изображения И кликаем на кнопку Select И подгружаем изображение с компьютера Нажимаю Upload Загрузить Выбираю ее здесь И Apply Дальше мы смотрим Что картиночка у нас не во всю ширину Я нажимаю Вот здесь вот ставлю точечку Галочку Полная ширина Вы видите, она теперь в полной ширине Да, находится И у нас есть отступ от верхнего края До нижнего края нашего предыдущего блока Здесь мы смотрим настройки марджина От верха Убираем Отступ Ну и снизу тоже убираем И нажимаем Save У нас, кстати, сразу Оно у нас, вы видите, уже зафиксировано Да, это красивый эффект Это у нас по умолчанию Включена настройка вот здесь вот Fixed BG То есть зафиксировать Background Если галочку снимем То изображение будет прокручиваться вместе Смотрим на наш рабочий пример У нас здесь картинка Текст и кнопка Чтобы быстрее нам двигаться Не создавая все с нуля Мы, в принципе, можем С предыдущего нашего блока Перенести часть элементов Да, то есть Делаем копию изображения И переносим В этот блок Дальше Делаем копию текста Также переносим сюда Ну, конечно же, вы можете с нуля Блок этот делать Он делается точно так же, как в предыдущем уроке Мы делали вот эти все блоки Да Просто это для экономии вашего времени И переносим кнопочку тоже Теперь нам нужно залить этот блок Цветом каким-нибудь Беру свою программку Пипетку И, в принципе, можно взять Отсюда цвет И чтобы залить именно этот блок Мы смотрим Вот смотрите У нас есть пиктограммка Карандашка То есть редактирование Если вы еще не ориентируетесь Какой карандаш за что отвечает Вы сразу наводите мышь И смотрите по краям Вот по краям Этой иконочки Откуда идут Вот эти синие пунктирные линии Сразу видно, что обрисовывается Какой прямоугольник Вот как раз Вот этот прямоугольник Нам и нужен Где расположены у нас Эти элементы Кликаем по карандашу Background И вот BG Color Значит, ставим решетку И код нашего цвета Вот, вы видите, да? Он закрасился Нажимаю Enter И сразу заменим текст на другой Во-первых, я заменю картиночку Выбираю Apple И сразу Немножко убавляю По центру Сначала заменим Значит, текст А потом уже Работать с отступами Итак, я заменяю текст на свой Заходим в редактирование текста Пишу заголовок И меняю вот этот текст Здесь Apple Здесь пока нажимаем Save И посмотрим, что на сайте получается Нам нужно здесь поработать Над отступами А так уже, в принципе, картиночка Сзади смотрится достаточно симпатично Так, мы заходим, значит По тому же карандашку Где мы меняли цвет Заходим в внутренний отступ Padding Сверху делаем отступ Сколько нам нужно Снизу также Такой же размер нужно сделать Вот смотрите Если вы сделали Наверху отступ 35 То здесь тоже надо делать 35 снизу И с right Справа и left Нам тоже надо сделать Хотя бы вот так 3 пикселя И left тоже 3 Save И на сайте посмотрим То есть вот таким вот образом Текст уже может изменить Там размер, если Он большой Кажется для вас Ну, соответственно Уже как работать с кнопкой Что тут делать Повесить ссылку Это уже вы сможете сделать Я тут не останавливаюсь Потому что в прошлом уроке Об этом был уже разговор Следующий блок У нас идет просто текстовые Плагины добавлены Да И как бы больше ничего здесь нет Единственное В данном примере Заголовок и А просто текст Они находятся не в одном Текстовом редакторе То есть заголовок Один текстовый Плагин Да Здесь другой Ну и соответственно Здесь размер цены Увеличен И изменен цвет Мы значит Теперь обращаем внимание На вот этот вот Наш контейнер Нажимаем плюс И добавляем Текстовое поле Заходим значит В карандаш Здесь я все удаляю И добавляю Текст Добавляю просто заголовок Делаю его большим И например H2 Эпли Заходим также внутрь Выровнен по левому краю И делаю здесь Наверное цвет ему Сделаю белый Эпли Ну тут уже смотрится сами Какой цвет ему делать Можно сделать Немножко серенький Так же как и В рабочем примере Да То есть едва серый То есть Например Вот такой какой-то Или вот такой Окей Но нам тут нужно Затемнить фон Потому что у нас здесь Ничего не видно В рабочем примере Фон немножко затемнен Значит мы что делаем Идем в общий контейнер Background Background Overlay Ставим галочку Да Но Это наверное Слишком темно Заходим ниже Overlay Color То есть Это подбор цвета И уже Вот именно Прозрачность Вот здесь Вот ползуночек Немножко убиваем На нет Чтобы едва Был затемнен Прям едва Едва Да Вот так вот Например И сейф Обращаем внимание На сайте Здесь у нас Другой шрифт Я назначил Заголовок H2 Для него Для H2 У нас не назначен Наш шрифт Который мы С вами Добавляли ранее Так я вам напоминаю Как это делать Мы заходим В общие настройки Body Типография H2 Здесь можно Сразу назначить По умолчанию Для всех заголовков H2 Где появляться То есть Слева По центру Справа Я думаю Что слева Будет Ближе К нашему блоку Смотреться нормально Поэтому я Выбираю Слева А не по центру Дальше Сразу выбираю Свой шрифт И в принципе Если мы В редакторе Уберем цвет Не будем назначать То общий Цвет Для всех H2 Мы можем Назначить Сразу здесь Чтобы каждый раз Не править То есть я сделаю Едва серый Размер В принципе Можем оставить Такой Сделать его Например подчеркнутым Если это нужно То есть для всех Заголовков H2 Будет всегда Подчеркнутый Если мы Работаем в глобальных Настройках Save Далее у нас Идет текст По заголовкам И цена Чтобы добавить Еще один текстовый Фрейм Нажимаем Плюс И текст И текст Ниже Добавился Заходим в его карандашик Удаляем здесь все Вставить Далее делаем Несколько отступов И вставляю Я например цену Ну цвет Там такой Зелененький В принципе Зеленый цвет Там идет От этих Рисунков Зеленых То есть Чтобы соблюдать Цветовую схему Дизайна Можно взять Этот Зеленый цвет Например С бутылки И применить Его Здесь Ну так У меня здесь Не было Сохранения Поэтому я тут Все потерял Цене Код цвета Назначим Вот такой Выделяю цену Идем Цвета Так Надо решетку Здесь тоже Вставить Вот такой Цвет Окей Зеленый Применился Дальше Выделяем И у нас Он Немножко Большего Размера 20 Попробуем И это Все Хозяйство Мы делаем По левому краю Так И у нас Здесь Не видно Да Цена Маленькая Все равно Получается Заходим Здесь Здесь Можно Индивидуально Также Назначить Цвет Тексту Едва Серый Назначаем Эпли В принципе Размер Текста Здесь Смотрите Сами Единственное Что Вот это У нас Значительно Больше В примере Поставим Попробуем 36 Да У нас Переносится На другую Строчку Потому Что Текст Длины Его Можно Сделать Поменьше Например Вот так Так Давайте Применим Изменения И Обновим Страницу На сайте Ну Здесь Просто Играйте С цветом Если Текст Нечитабельный Значит Меняйте Там Или шрифт Размер Но На сайте Старайтесь Использовать Не больше Двух шрифтов Если вы Разные шрифты Используете Заголок В принципе Видно Здесь Уже Принцип Понятен Да Как Это Все Должно Работать Ну И дальше Уже Вы Остальные Вот Эти Пункты Домашним Заданием Для вас Сделайте Без меня Для Закрепления Информации Нет Смысла Повторять Потому Что Здесь Идет Аналогичное Действие Вы Просто Делаете Дубликат Заголовку Переносите Его Ниже Меняйте Название Делайте Здесь Дубликат Переносите Его Вот Таким Образом И Уже Появляется Список У вас Из Товаров Здесь Цен И Текста На этом Я заканчиваю Этот урок И Увидимся С вами В следующем Если Вы Уже Стерли Пальцы В Поисках Хорошего Качественного Хостинга Для Вашего Лендинга На Adobe Muse Или Сайта На Джумле Неважно То Сейчас Я Вас Хочу Познакомить С Замечательным Хостингом Под Названием Хостик Сам Пользуюсь Данным Хостингом Уже Много Месяцев И Очень Доволен Главное Примечание Хостинга Тестовый Период 30 дней 30 дней Вы сможете Пользоваться Хостингом Абсолютно Бесплатно Второй Очень важный Момент Возврат денег В течение 45 дней Если Вас Не устроят Услуги Хостинга Готовый КМС Три года На рынке Молодой Хостинг Это очень Важно Онлайн Поддержка На высоте Перейдя На Хостинг Вы сможете Увидеть В правом Нижнем Углу Вот такой Прямоугольник Это Онлайн Чат Круглые Сутки Трепетная Служба Поддержки Готова Отмечать На ваши Вопросы И даже Ночью Лояльные Цены Мощные Сервера Если Вы Совсем Новичок И ваш Сайт Уже Расположен На каком То Хостинге Но Он Вам Не Нравится Служба Поддержки Готова Бесплатно Перенести Ваш Сайт К ним У них Есть Замечательная Акция Три Месяца Бесплатного Хостинга Ознакомиться Для мощных Сайтов Хостинг Предоставляет Мощные Сервера Вы Меня Знаете Я Вам Плохого Не Посоветую Итак Если Вас Заинтересовало И Вы Хотите Ознакомиться С данным Хостингом Ссылочка Под Этим Видео Переходите И Знакомьтесь